Мне 19, у меня ощущение, что я застряла в теле старой бабки. Объясняю. У меня больные колени, у меня мигрени и недавно я лишилась зуба. Оля Замятина учится на дизайнера, но вот уже год как прокачивает другую свою способность – ярко шутить на публике. Однажды пришла посмотреть, захотела выступить сама и стала юморить на постоянной основе. У девушки есть свой характерный стиль. Мне нравится то, что ты свои мысли в шутки выливаешь. Любую жизненную ситуацию, даже с бабушками. Вот я обожаю про бабушек рассказывать, это всегда смешно, это всегда работает просто. Я постоянно просто со здоровьем проблемы, я в поликлиниках мотаюсь, и у меня второй концерт, я затрагиваю поликлиники и бабушек. Из небольших баров в кинозал и сразу полный аншлаг. Первый большой концерт собрал 200 человек, в этот раз планку подняли до 300. 10 комиков почти 2 часа веселили собравшихся. Удобнее выступать, как мне, на большой зал. По одной простой причине, когда у тебя 300 человек, то больше шансов, что люди рассмеются. Когда у тебя в зале 30 человек, то может рассмеяться 5-7 человек. А когда у тебя 300, то рассмеется 100, а это уже много. Поэтому я всегда молодым комикам говорю, что вы не переживайте, выступать перед большим залом это намного проще, чем на маленьком баре. Стендап-движение в Тобольске началось в 2019 году, но переживалось непросто. Были и поиски комфортных локаций, и обновления состава комиков. Шутить со сцены приходят люди разных возрастов и профессий. Студент, врач, спортсмен, журналист. У каждого свой взгляд на окружающую реальность и свой неповторимый юмор. Для меня это способ развлечься, для меня это способ как-то отдохнуть, отвлечься от рабочих задач. Я очень люблю смеяться. Мне очень нравятся шутки тех комиков, которые здесь выступают. Они пропитаны Тобольском. Это нигде не услышишь. В Тобольске стендап это стало чем-то таким новым. Пришла раз и осталась уже навсегда. Была на прошлом большом концерте, и сейчас с удовольствием тоже пришла. Сейчас в Тобольске стендап все популярнее. Появились постоянные площадки, а Евгений Новоселов с успехом провел сольный концерт в ДК «Синтез». Ну а для всех желающих присоединиться и блеснуть юмором регулярно проводятся встречи в формате «Открытый микрофон». Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.